Всем привет! Меня зовут Даша Крофимова, я персональный стилист. Сегодня расскажу вам, что я купила за это лето, в чем я хожу этим летом. В общем, покажу вам свой гардероб. В последнее время было очень много вопросов на тему, что купить на распродажах. Я долго думала, как же сделать это видео, что купить на распродажах, но потом поняла, что очень сложно дать какие-то конкретные рекомендации, потому что все мы с вами очень разные. Поэтому я решила показать вам те вещи, которые купила я для себя, но сразу говорю, что не все из них я купила на распродаже, и не все из них я купила в России, но тем не менее, это то, что я ношу в этом сезоне, и что я буду носить до конца лета. Вы сразу можете заметить, что гардероб у меня небольшой, и он всегда на самом деле небольшой, и часто тоже мне пишут, что Даша, наверное, у вас просто там шкафы ломятся от вещей, но на самом деле это не так. Мне достаточно нескольких вещей, главное, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. И еще один мой секрет, вы наверняка уже о нем знаете, всегда покупать комплектами, всегда подбирать так, чтобы вещи уже сочетались в один законченный образ. Ну и первая покупка, с которой я хочу начать, это летние шорты. Вот так вот выглядят летние шорты мои на этот сезон. Я очень долго искала шорты, вообще я к шортам отношусь очень так щепетильно сложно, у меня с ними сложные отношения. Дело в том, что я всю жизнь отношусь к девушкам, которые обладают достаточно активной пятой точкой, те, у кого такие же бедра, вы меня поймете. И поэтому выбор шорта это всегда очень сложный такой момент. Дело в том, что на фигурах, у которых нижняя часть тела более массивная, чем верхняя, шорты всегда выглядят достаточно странно, часто увеличивают низ. Это такой сложный предмет кардероба. Но на лето, на жару, тем не менее, всегда хочется шорты, хочется что-то укороченное. И я очень долго искала, очень важно мне было не джинсовые, потому что джинсовые шорты я очень люблю на стройненьких девушках 40-го размера, но вот на себе, если честно, ну не будем, в общем, о грустном. Мне важно было, чтобы шорты были достаточно свободные, чтобы они при этом были и слишком похожи на пижаму. И я хотела какой-то вариант такой типа шорты юбкой. Вот это вот что-то похожее, достаточно свободные покрови. В таких шортах всегда бедра выглядят меньше немного, чем они есть на самом деле. Плюс мне очень понравилась лаконичная расцветка, ее очень легко сочетать с другой одеждой. Ну и, как вы, наверное, успели заметить, вообще в этом сезоне у меня черный цвет в фаворитах этим летом, как ни странно. Поэтому с черными вещами вот такие шорты сочетать очень легко. Я их ношу вот с блузой, которая сейчас надета на мне, с оголенными плечами. В этом комплекте мне всегда очень легко, сколько бы градусов ни было, хоть 30, хоть 40. И плюс такой комплект можно надеть как на пляже, так и в городе. Потому что иногда в городе в шортах и майке как-то выглядишь слишком по-пляжному. А вот это такой вариант комплекта, когда в городе тоже смотрится уместно. Это Zara. Следующая моя покупка тоже из Zara, это белая футболка. Белая футболка, в общем-то, это такой must-have на летний сезон. Но когда мы убираем белую футболку, нужно к ней относиться тоже очень так деликатно и внимательно. Дело в том, что белая футболка, если она будет из достаточно грубого такого хлопка, она будет смотреться по-подростковому. Если вам уже не 15, то, в общем-то, лучше бы выбирать более гладкий вариант. Вот такой вот вариант футболки мне сразу очень понравился. Посмотрите, очень хорошо обработана горловина. Очень красиво вообще сделаны все швы, очень аккуратно. И сама выделка хлопка, она очень гладкая. За счет этого смотрится, в общем-то, что-то среднее между футболкой и блузой. Это тоже Zara, но, кстати говоря, не распродажа, а новая коллекция. Мне еще очень понравилась вот такая вот длиненная часть, немного такого сложного кроя. Это добавляет изюминку к простой белой футболке. И я планирую ее носить вот с такой вот черной юбкой, простой черной трикотажной юбкой. Это тоже Zara и тоже новая коллекция. Образ простой, лаконичный. И для меня такой образ очень удобен, когда не хочется думать вообще, что тебе надевать, когда нужно сделать какие-то простые свои городские дела, забрать ребенка из садика, заехать в банк, в магазин, какие-то простые такие вещи выполнить. И не хочется заморачиваться, хочется чувствовать себя раскованной и свободной. Ну и плюс такая юбка очень классно заменяет брюки, когда летом не хочется надевать, например, что-то такое стягивающее. Музыка Музыка Следующий фаворит этого лета, это вот такая вот распашонка, я не знаю, как это назвать. Это такая туника, накидушка, называть можно по-разному. Это H&M, вы, наверное, видели уже это в моем инстаграме. Такая штука меня очень спасает в жару. Я, если честно, жару вообще не очень люблю, и особенно не люблю оголяться в городе в жару. Мне всегда кажется, что это неуместно, что все равно в городе лучше немного прикрыть плечи, например. И вот такая вот искусная, очень и очень тонкая накидушка, она позволяет как раз это сделать. Жарка в ней не будет 100%, в ней можно пойти и на работу, например, где точно оголенные плечи никак не подойдут. Ну и еще она меня спасает в торговых центрах, потому что на улице жарко, в торговом центре чуть прохладнее из-за кондиционера, и до смены температуры легко компенсируется такой вещью. Я ее ношу с той же самой черной длинной трикотажной юбкой, создавая такой небрежный, немножко восточный образ. Еще один вариант на жару. Если честно, я не часто покупаю такие вещи, но вот в этом году что-то мне захотелось. Это вот такое очень легкое платье. Это ойша. И да, там можно купить не только одежду для дома. Вот это платье я ношу в самую-самую жару, и оно классно смотрится на море, там, где нужно вообще расслабиться, раздеться по максимуму. Здесь нет ни подкладки, ничего, то есть ткань абсолютно тонкая, летящая. Единственный недостаток – это вискоза. Вискоза всегда достаточно странно ведет себя при стирке, не всегда понятно, что с ней будет. Я рекомендую такие вещи стирать всегда в холодной воде. Ну и если чуть-чуть вам кажется, что вещь подсела, просто погладьте ее, и она снова расправится. Вообще морская тема в моде каждый год – это платье супер универсальное и функциональное. Еще одно назначение для него, которое я придумала, это такое, знаете, домашнее платье, когда приходят гости. Вот часто бывает, что летом к нам кто-нибудь заходит на чай, на кофе, на какие-нибудь вкусные летние коктейли, и совершенно не хочется перед гостями погребляться, там, в коробке шортных и футболке, например. А вот такое платье будет смотреться женственно, легко, и в то же время вам будет удобно делать какие-то домашние дела. Платье у меня есть еще одно, и оно, кстати говоря, тоже на такую морскую тему, за счет вот такой вот полоски, и сзади очень красиво декорирована молния. Это манго-платье я купила, страшно сказать, за 10 евро в Аутлете в Барселоне. Это хлопок, соответственно, такое платье очень здорово меня спасает какими-то летними прохладными вечерами, когда вроде бы сильно кутаться не хочется, но в то же время чуть-чуть, чуть-чуть закрыть руку хочется. В нем не бывает ни жарко, ни холодно, в общем, очень комфортное платье. Единственное, оно достаточно короткое. Такая длина для меня, например, неприемлемая. Я такую длину платьев никогда не ношу, предпочитаю длину более элегантную по колено. Поэтому такое платье я использую скорее как тунику, ношу его с рваными джинсами, и тоже для ситуации, когда не требуется особенно наряжаться, хочется просто выбежать из дома по своим городским делам. Примерно такую же функцию выполняет вот это летнее пальто, летний кардиган, летний жакет. Как это назвать, не очень понятно. В общем, это такой объемный верхний слой, тоже из хлопка, соответственно, для лета то, что надо. И я его использую в качестве верхней одежды, когда становится немного прохладно летом. Я его купила тоже в аутлете Манго в Барселоне. Мне нравится вот этот вот какой-то расслабленный такой очень стиль, немножечко потрепанный, такой дауншифтингом немножко отдает. Когда я приехала из Барселоны, я пришла в нем в салон красоты, мне все сказали, ну вот прямо точно приехала просто из Европы, прямо как выглядишь по-европейски. Так что я этот кардиган очень люблю. И мне нравится еще, что он темного цвета. Я очень люблю летом помимо светлых вещей носить еще и темный. И такой кардиган можно надеть, например, ведь платья в морской тематике будут очень хорошо сочетаться. И также с простыми дранными джинсами и кедами, например. Такая вещь однозначно будет смотреться лучше, чем любая другая простая кофта, которую вы надели вечером. Вот такого плана кардиган, либо летнее пальто из хлопка, это отличная альтернатива, например, к кофте на пуговичках или, знаете, таких вот кардиганчиков летних, которые все носят. Он смотрится более стильно и оригинально. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последний фаворит моего лета. Вы наверняка тоже видели его у меня в соцсетях и в предыдущем видео про то, в чем ходить на пляж. Это льняной жилет. И помимо пляжа я его приспособила еще к обычным своим городским образом. Я считаю, что жилет это очень классная вещь, которая может сразу преобразить весь комплект. Вот даже в те случаи, знаете, когда мне не хочется наряжаться, когда я готова просто надеть черные брючки и белую футболку, когда я сверху надеваю такой жилет, сразу образ становится законченным, он становится более стильным и создает многослойность. Многослойность я просто обожаю, поэтому такой жилет для лета для меня то, что надо. Ну и последние мои покупки – это очки. Вот такие вот очки Dior, вы их видели уже в предыдущем видео. И еще одни очки, которые я купила совсем недавно, в том же самом магазине, ссылочку оставлю внизу. Вот такие вот очки. Кажется, все, весь мой беспорядок начал в них отражаться. Ну, съемочный процесс он такой. Так вот, эти очки, знаете, мы купили на всю семью. То есть их ношу я, и мой муж, и наш сын даже носит, потому что по размеру они все подходят. И они очень такой прикольной формы. Скругленные линзы. Я рассказывала уже вам, что это очень модно сейчас. И плюс линзы зеркальные, поэтому весь бардак мой видно. Ну вот и все мои покупки на это лето. Возможно, я докуплю что-то еще, и обязательно вам расскажу. Подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь ко мне в соцсетях. На моих страничках всегда есть вся информация про курсы, тренинги, вебинары, которые я веду. Если вам интересно продолжать самообразование в сфере стиля, буду всегда рада вам. На этом все. Пока-пока. Целую.